Здравствуйте! Это Пётр Завьялов и главные новости Республики. Далее в выпуске. В Республике вводят обязательную вакцинацию от ковида. Для каких категорий и в какой срок нужно будет сделать прививки? Роспотребнадзор опубликовал постановление. Энергосбыт и ипподром договорились о рассрочке. Когда предприятие решит проблему с долгами и о чем энергетики предупреждают остальных должников? Без перекопов и перекрытия улиц. В столице Республики началась модернизация канализационных сетей. Как меняют трубы по европейским технологиям? Расскажем. В Удмуртии вводят обязательную вакцинацию от ковида отдельных категорий граждан. Список сегодня опубликовало Управление Роспотребнадзора. Согласно постановлению, прививки должны поставить сотрудники предприятий торговых и бытовых услуг, салонов красоты, спа и массажных салонов. Вакцинация обязательна также для сотрудников сферы общественного питания. Привиты должны быть транспортники, в том числе и таксисты, а также работники образования, здравоохранения, соцзащиты и соцобслуживания, сотрудники ЖКХ и энергетики, работники театров и кинотеатров, музеев, фитнес-клубов. Ознакомиться с полным перечнем можно на сайте регионального Роспотребнадзора. Он был подготовлен по распоряжению регионального оперштаба. В Удмуртии растет заболеваемость. Сейчас на стационарном лечении находится порядка трех тысяч больных. Об этом напомнил глава республики накануне во время своего прямого эфира. Вакцин более чем достаточно. Более двухсот тысяч разных вакцин. Давайте друг другу поможем. Поможем врачам, фельдшерам скорой помощи, которые сейчас работают на пределе своих возможностей. И вот сделаем так, чтобы те ограничения, которые мы ввели, они действительно имели такой краткосрочный характер и были временными. Согласно постановлению Роспотребнадзора об обязательной вакцинации, привитыми должны быть не менее 80% сотрудников. На вакцинацию двумя компонентами отводится время до 1 декабря. После работодатель обязан будет отстранить непривитых сотрудников от работы. Две тысячи обращений за сутки. С такой нагрузкой сегодня работает станция скорой помощи Ижевска. В ближайшее время здесь увеличивают количество ковид-бригад. А на помощь участковым терапевтам в поликлинике выводят на работу ординаторов. Елена Буховская расскажет. Каждый день в 8 утра от городской поликлиники номер 10 отправляются по ковидным маршрутам в медицинские бригады участковых врачей. Берутся мазки на дому. Уже готовы наборы. Также подтверждено по ЦРЦ, что ковид-положительный есть и кастра. В связи с ростом числа заболевших, ритм выездной помощи стал жестче. На одного врача ежедневно приходится до 20 адресов. Нагрузка сейчас очень большая. Работаем по 11-12 часов в сутки. Это очень много. Семью почти не вижу. Дочь вижу только на один час. И все это максимум. Проводим времени на рабочем месте очень много. Врач в среднем обслуживает адресов 20. Но бывает и меньше, потому что на адресе могут быть контактные лица. То есть и 2, и 3 человека. То есть уже времени больше на это отводится. Также мы госпитализируем пациентов на своей машине. Участковые терапевты в поликлиниках тоже принимают удар. Удлиненный рабочий день, рекордное количество пациентов, риски. Прием в 10-й городской ведут всего три участковых терапевта. Остальные работают в ковид-бригадах, на вакцинации или сами находятся на больничном. Чтобы разгрузить врачей и минимизировать очереди, на прием уже пригласили ординаторов. Четыре врача-терапевта участковых в данный момент сняты с участковой работы и работают в выездных бригадах по работе с пациентами с коронавирусной инфекцией. За счет этого, конечно, уменьшилось количество принимающих врачей. И, соответственно, увеличиваются очереди. Под работу с ковид продолжают переформатировать график выездов медбригады на станции скорой помощи. На днях здесь увеличили количество ковидных бригад. Сейчас их 12 вместо 9. Понимаем, что сейчас еще мы не вышли на самую высокую точку этих пациентов. Я не исключаю, что кроме вот этих добавленных еще трех бригад, то есть 12 бригад, я не исключаю, что дополнительно придется увеличивать еще количество бригад. Число обращений на станцию скорой помощи сегодня тоже рекордное. За сутки до двух тысяч. Половина из них так называемые неспецифичные. Люди чаще стали вызывать скорую, потому что не могут дозвониться до поликлиник и больниц. Елена Абуховская, Василий Хохряков. Новости. С учетом эпидситуации в республике проходит и осенняя призывная кампания. Призывные комиссии и сборный пункт обеспечены всем необходимым, чтобы не допустить заражения будущих солдат. На сегодняшний день приняты все необходимые меры для исключения заноса инфекции и ее распространения среди призывников. С этой целью военные комиссариаты, призывные пункты, также сборный пункт обеспечены всеми материальными медицинскими средствами. Организовано раздельное посещение военных комиссариатов с использованием запасных выходов. График работы призывных комиссий разработан с учетом разграничения по датам явки. Осенний призыв в Удмуртии, как и по всей стране, стартовал 1 октября и продлится он до конца года. По итогам этого призыва в воинские части отправятся 1400 жителей нашей республики. Как рассказали в военном комиссариате региона, каждый второй призывник из Удмуртии будет служить в сухопутных войсках среди других родов войск по мере убывания, куда будут распределены в этом году молодые люди из нашей республики, войска нацгвардии, воздушно-космические силы и ВДВ. Ижевский ипподром договорился о рассрочке с энергетиками. Предприятие взяло на себя обязательство закрыть долги за энергоресурсы до 1 декабря. За ипподром поручился региональный минсельхоз. Об этом сообщили сбытовики. Они советуют всем должникам не затягивать с оплатой, а по возможности договариваться. Тему продолжит Светлана Буланова. Эта малышка по кличке Кеша родилась весной. Жеребенок Орловского рысака живет пока вместе с мамой Басмой. Так теплее. Он себя чувствует прекрасно, потому что он не мерзнет. У них толстая кожа и подшерсток у них как раз меняется на зиму. Электричество все есть. Тепло с кормами тоже все хорошо. Тепло и электричество в конюшнях Ижевского ипподрома есть. Ограничивать ресурсы за долги там, где находятся животные, энергетики не стали. Со средины сентября отопление отключено в пристрой Ижевской сельхозакадемии и в административном корпусе ипподрома. Такие санкции за задолженность применяются уже не в первый раз. Отопление энергетики отключали здесь весной. Батареи у нас сегодня без поданного ресурса, безусловно. Электроэнергия в бюджетное учреждение подается в полном объеме. Отшрочка в ограничении электричества была предоставлена после того, как Минсельхоз дал письменные гарантии погашения задолженности до 1 декабря. К этому сроку администрация ипподрома намерена закрыть все задолженности перед энергетиками. В этой связи нами выработан определенный ряд мероприятий финансового характера. В настоящее время все бюджетные лимиты утверждены и находятся на этапе доведения до учреждения. Мне очень хочется надеяться, что на конец ноября 2021 года мы полностью выйдем по расчетам с поставщиками коммунального ресурса в ноль. И в последующем очень постараемся накопление кредиторской задолженности уже не допустить. Сегодня в республике полностью или частично отключены 104 юрлица за долги по электричеству и 29 юридических лиц по долгам за отопление. Задолженность по Удмуртской республике по всем видам ресурсов составляет 4,4 миллиарда рублей. Мы работаем, используем инструменты как досудебной, так и судебной работы в отношении должников. Активно работаем со службой судебных приставов, прорабатываем план мероприятий в отношении должников. Используем инструмент как раз по введению ограничения. Так в отношении как раз Ижевского ипподрома были предприняты меры по введению ограничения ресурса тепла, которые задолжали нам 2,9 миллионов рублей. Если у должников нет возможности внести сразу всю сумму долга «Энергосбыт» плюс готов рассмотреть заявление о рассрочке. Такой услугой могут воспользоваться как жители республики, так и предприятия. Светлана Буланова, Андрей Бусыгин. Новости. В Ижевске началась реконструкция канализационных сетей. Бригады работают в Устиновском районе, на одном из самых сложных участков. Сетям полвека они нуждаются в капитальном обновлении. Замена труб проводится по современным технологиям, так что коммунальщикам даже не потребовалось перекрывать движение. Анна Кавырзина расскажет. Половина первого ночи. На улице Михаила Петрова кипит работа. Поток машин и общественного транспорта на этом участке днем непрерывен. Поэтому подрядчик на смену заступает в ночное время. Здесь ремонтируют канализационные сети. Первым под землю запустили робота. Он исследует состояние коллектора. Современная техника выявила большой износ сетей. Потом промывка старой трубы и формирование новой. Работы ведутся по современным европейским технологиям. Суть технологии в том, что профиль в существующем колодце при помощи немецкого оборудования заворачивается в новую спирально-витую трубу и проталкивается от одного колодца до следующего. Появляется межтрубное пространство, потому что мы немного залужаем диаметр. Его проливают высокомарочным цементом для того, чтобы усилить прочность конструкции. Зарубежная технология «Спиральная навивка» позволяет ремонтировать трубы из разных материалов и размеров. Особенность коллектора на этом участке как раз в большом диаметре. Этот метод сейчас начали активно применять во всех российских мегаполисах. Одно из его преимуществ в том, что горожане даже не узнают о ремонтных работах. Никаких отключений и организованных линий перекачки стоков по поверхности не будет. Модернизация северо-восточного коллектора стала возможна благодаря инвестиционной программе Ижводоканала. Эту технологию мы выбрали для того, чтобы, ну самое главное, это быстро, не нужно останавливать стоки, жителей не нужно отключать от водоснабжения. Новый участок сети должен выдержать нагрузку от большого потока машин и транспорта, двигающихся по улице Петрово. Объект имеет важное для города значение. К этим канализационным сетям подключены десятки многоэтажек и крупное производство Ижевска. Завершить работы на этом участке подрядчик обещает до конца месяца. Анна Ковырзина, Юрий Зелененький. Новости. На этом наш выпуск завершен. Будьте здоровы и хороших новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...